Какой котел лучше и надежнее, настенной или напольной? Давайте разбираться. Этот вопрос мне задают в каждом втором случае, когда мы делаем проекты, у заказчиков этот вопрос возникает, этот вопрос задают заказчикам газовики, и начинаются муки выбора. И моя задача как раз объяснить, в чем заключается разница между напольными котлами и настенами. Настенные котлы сейчас массово представлены, их можно купить практически в любом сантехническом магазине. Это действительно массовое, большое производство, куча производителей европейских, корейских, китайских, российских. И в связи с этим, чем более массовый продукт, тем, соответственно, он более дешевый и более оптимизированная система продаж. Соответственно, настенные котлы, они дешевле стоят напольных, это более компактные устройства. Они легче, их проще монтировать, они занимают меньше места и проще организовать дымоход. Если говорить про напольные котлы, соответственно, это котлы более громоздкие, они дороже стоят. Как правило, в конструкции этих котлов она проще, в них отсутствуют насосы, группа безопасности, расширительные баки, возможно, более примитивная автоматика. При этом у них, как правило, больше дымоходный выход, они не бывают турбированными, или нужно специально дооснастить котел, чтобы он стал турбированным. Эти котлы более прожорливые и занимают больше места, и сложнее подключить к существующей системе. И поэтому каждый из вас должен определиться, что для него важнее. Бытует такой миф, что напольные котлы долговечнее и надежнее. На самом деле это не так. В большинстве случаев либо устройство одинаковое с настенным котлом, отличается конструкция теплообменника, горелки. Но нужно понимать, что даже в напольном котле есть чему ломаться. Там точно так же есть горелка, которая может прогореть. Там точно так же есть теплообменник, который может либо засориться, либо прогореть. Есть автоматика, которая тоже ломается. Поэтому с точки зрения надежности современный напольный котел особо не отличается от настенного котла. При этом котлы потребляют больше газа, и в некоторых случаях значительно больше газа. И если смотреть варианты первоначальных затрат на стоимость самого устройства, на его монтаж и на потребление газа, и посчитать это в перспективе 10-15 лет, а это примерно такой срок эксплуатации у напольных и настенных котлов, то выйдет, что экономически более оправданно использовать все-таки настенные котлы. Запчасти на напольных котлах, на напольные котлы стоят дороже, они менее доступны. Если у вас ломается настенный котел, то, скорее всего, вы быстро найдете нужную запчасть. Потому что сервисы сейчас лучше распространены. У многих сервисных организаций есть запчасти на самые ходовые модели этих котлов. А с напольным котлом вам, скорее всего, придется подождать, пока эту запчасть привезут из другого региона или вообще привезут из другой страны. Кроме того, напольные котлы более громоздкие. Не всегда есть возможность затащить такой котел в помещение котельной. Особенно, если у вас котельная организована в цокольном этаже. Не каждый котел проходит стандартный дверной проем. И устанавливая такой котел, нужно быть готовым к тому, что у вас больше будет насыщение оборудования самой котельной. То есть, нужно будет установить циркуляционный насос, если он отсутствует в конструкции котла. Нужно место под бак, под обвязку котла, под сам дымоход. И, соответственно, у вас получается сложнее устроена котельная. А если у вас котел безмозглый, то, значит, надо еще заморачиваться с его автоматизацией. Устанавливать какие-то внешние термостаты, терморегуляторы или контроллеры. И нужно понимать, что в большинстве случаев современные системы отопления, они работают на принудительной циркуляции. Повсеместно применяются теплые полы, разветвленные системы радиаторного отопления. И вам все равно нужно будет устанавливать циркуляционные насосы. Эти насосы работают на электричестве. И если вы считаете, что, используя электронезависимый напольный котел, вы что-то выигрываете, то вы ничего не выигрываете. Если у вас нет электричества, у вас не работает циркуляция в системе, не работает сама система. Да, котел может включаться-выключаться, но тепло в систему подавать не будет. Кроме этого, существует достаточно массовая проблема. Она заключается в устройстве помещения самой котельной. Чаще всего люди экономят на этих помещениях, стараются их сделать максимально небольшими. Есть ограничения по газовым нормам. И даже если исходить из того, что у вас котельная будет площадью 5-6 квадратных метров, если устанавливается настенный котел, то организовать котельную в таком помещении достаточно легко. Вешается котел, под ним делается обвязка котла и подключаются элементы системы отопления. Устанавливается бойлер либо под сам котел, либо рядом. И в такое помещение еще можно поместить гидроаккумулятор системы водоснабжения, автоматику, скважинного насоса, узел распределения воды, водочистку. А если вы в такое помещение устанавливаете напольный котел, то он просто занимает половину этой комнаты. Потому что надо этот котел устанавливать с отступами от стен. И, соответственно, сложнее у него обвязка и добавляется дополнительное оборудование. И уже в небольшом помещении организовать котельную становится большой проблемой. Многие заказчики стараются в котельной организовать еще какой-то дополнительный функционал. Кто-то устанавливает мойку, кто-то организовывает места хранения. Часто сейчас в котельной устанавливают электрический щит на весь дом. И для всего этого нужно место. Если у вас помещение котельное небольшое и стоит настенный котел, то даже в 5, в 6, в 8 квадратных метров площади можно поместить и водочистку, и узел распределения воды, и бойлер, и котел. И щит может поместиться, и мойка, и какой-нибудь еще шкаф для хранения чего-нибудь. Если вы устанавливаете напольный котел, то он занимает практически половину площади этого помещения. Котел нужно устанавливать с отступами от стен. И у него более сложная обвязка. И, соответственно, места для всего остального просто-напросто не остается. У нас на одном объекте заказчик организовал через помещение котельной входный чердак. И у него еще раскладывалась лестница. И вот он установил напольный котел, установил бойлер. Монтажники смонтировали обвязку. И у него не осталось совершенно места для того, чтобы разложить лестницу в этом помещении. Кроме этого, газовые службы при монтаже газопроводов совершенно не щадят ваше место в котельной. Они могут просто занять стенку газовой арматурой и газовыми трубами. Устанавливают часто сейчас в домах сигнализаторы загазованности. Некоторые пытаются счетчик установить в помещении котельной. И в такой ситуации у вас просто-напросто даже для теплового оборудования практически не остается места. И если у вас там еще и напольный котел появляется, то у вас просто газовики заняли всю стенку своим оборудованием, поставили котел и уже просто для всего остального нет места. Или вот другой реальный случай. На одном из объектов заказчик выбрал напольный котел, газовики, как это обычно бывает, забили всю стену своими причиндалами, установили котел и просто в котельной больше не осталось места. И для того, чтобы организовать узел распределения воды, установить бойлер, установить водочистку, пришлось это делать в другом помещении. И получается, что котельная оказалась разделенной на две части. В одном месте это даже не котельная, а такая комната для котла. А во втором получается все остальное. Подобные вопросы наверняка возникают и у вас. И я отвечаю на эти вопросы, провожу учебные семинары. Ближайший семинар произойдет 25, 27 и 29 июля 2022 года. В описании к этому видео будет ссылка на сайт. Приходите, регистрируйтесь, оплачивайте. Стоимость невысокая. И как раз на семинаре будем разбирать подобные ситуации. Как лучше всего организовать в доме систему канализации, водоснабжения, отопления. Как лучше организовать котельные. Какие чаще всего возникают ошибки при устройстве этих систем. Будет возможность задавать вопросы, получить семинар в записи. Проходите, регистрируйтесь. До новых встреч. С вами был Александр Кузнецов. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok